1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом. В Волгоградской области ситуация с заболеваемостью вирусом иммунодефицита человека по-прежнему остается напряженной. На учете в медицинских службах сегодня состоят больше 7 тысяч человек. Современные технологии избавили это заболевание от статуса смертельного и при должном лечении могут перевести его в разряд хронических. Но все же медики предупреждают, что в данной ситуации все же лучше всего – это профилактика. Прежде всего, профилактика, здоровые образы жизни и разборчивость в связях – эти, казалось бы, прописные истины медики повторяют из года в год. Однако цифры статистики упрямо не хотят показывать сокращение количества больных. Волгоградская область по числу ВИЧ-инфицированных занимает лидирующие позиции среди регионов Южного федерального округа. Поэтому у нас всегда высоким был уровень обследования населения. Свыше 20%, что выше среднероссийских, в этом году прирост составит еще порядка 10%. То есть обследуются свыше полумиллиона человек. Категория медицинских работников, работающих с кровью, беременные женщины, так называемые уязвимые группы населения, потребители инновационных наркотиков и так далее. Плюс – это добровольное обследование граждан. Лечат ВИЧ-инфицированных. Сегодня за счет государства они получают препараты антиретровирусной терапии. Чем действительно можно гордиться, говорят медики, так это тем, что при должном лечении СПИД сегодня можно перевести из разряда смертельных заболеваний в хроническое. В эффективность борьбы с ВИЧ-СПИДом поверили и сами заболевшие. Все чаще они обращаются не только за медицинской помощью, но и за психологической поддержкой. Сегодня в этом направлении работает целая партнерская сеть государственных и общественных организаций. Они, как правило, приходят с целым комплексом проблем, связанных с тем, что у кого-то, возможно, заложены документы в ломбард, потому что многие из них потребители инновационных наркотиков, и это связано все. Многие из них не имеют возможности трудоустроиться. Это связано и с дурной компанией, и с каким-то социальным прошлым. Так вот, пока не решить эти проблемы, как правило, они и не смогут выйти на такой постоянный путь лечения, постоянного приема антиретровирусных препаратов. Своевременная и постоянная терапия дает неплохие результаты и при профилактике СПИДа у детей, рожденных от инфицированных матерей. При должном лечении риск родить зараженного ребенка всего лишь 2% из 100. Субтитры создавал DimaTorzok